Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 29 апреля. В этот день во всемирной истории. В 1706 году в Адмиралтействе Санкт-Петербурга был спущен на воду первый 19-пушечный корабль. В 1875 родился английский писатель итальянского происхождения Рафаэль Саботини. В 1881 император Александр III издал манифест о незыблемости самодержавия. В 1882 в Берлине открылась первая в мире экспериментальная троллейбусная линия. В 1901 родился император Японии Хирохита. В 1982 население Китая превысило 1 миллиард человек. 29 апреля 1706 года в Адмиралтействе Санкт-Петербурга был спущен на воду первый 19-пушечный корабль. Первую верфь в Петербурге построили уже в июне 1703 года на месте будущего кронверка Петропавловской крепости. Но Петр I счел ее недостаточно большой. По распоряжению царя уже осенью следующего года начали строить новую верфь на острове между Невой и рекой Мья, ныне река Мойка. Она строилась по чертежам, утвержденным самим государем, и стала известна как главное Адмиралтейство. Сам остров стал именоваться Адмиралтейским. В плане комплекс Адмиралтейства представляет собой гигантскую букву «П», обращенную широким открытым двором к Неве. В нем располагались эллинги, помещения или помосты, где сооружались корабли. Здесь находилась и камора, помещение, в котором работали корабельные архитекторы и чертежники. Поскольку Петербург в то время жил под постоянной угрозой нападения шведов, вокруг Адмиралтейства построили крепостную стену с пятью земляными бастионами и глубоким сухим рвом, на дне которого стояли ряды заостренных кольев. Строительство шло трудно. Тысячи рабочих в тяжелых условиях, болея и умирая, работали здесь от зари до темна. Большое наводнение 1705 года прервало работы и причинило новой крепости огромный ущерб. Несмотря на все трудности, 29 апреля 1706 года на воду было спущено первое судно – 19-пушечный корабль. Конструкция этого судна приписывается самому Петру. Царь не только принимал участие в разработке конструкций судов, но и сам работал на верфи. Он числился главным мастером. Даже значительно позже, когда Петр перестал служить в Адмиралтействе, он каждый день старался приезжать туда. Государь всегда присутствовал при торжественных спусках кораблей на воду. Старшему мастеру спущенного корабля он вручал на серебряном блюде по три серебряных рубля за каждую пушку, установленную на судне. Во время царствования Петра I со стапелей Адмиралтейства сошло в общей сложности 262 военных корабля. При этом каждая закладка или спуск корабля сопровождались залпами салюта, пушечными выстрелами, криками «Ура!» и всеобщим праздником. РАФАЭЛЬ САБАТИНИ 29 апреля 1875 года родился английский писатель итальянского происхождения Рафаэль Сабатини. Знаменитый автор приключенческих романов появился на свет в старинном итальянском городке Ези на берегу Адриатического моря. Его родители, итальянец Винченцо Сабатини и англичанка Анна Траффорд, были известными в свое время оперными певцами. После рождения сына они отправили маленького Рафаэля в Англию к родителям Анны, которые жили в маленькой деревне близ Ливерпуля. Уже в детстве мальчик пристрастился к книгам и впоследствии говорил, что по-английски начал писать потому, что лучшие рассказы прочитал именно на английском языке. Учился Рафаэль Сабатини в Португалии, затем в Швейцарии. В 1892 году перебрался в Ливерпуль и несколько лет работал переводчиком. В середине 1890-х годов Сабатини решил заняться писательством. В 1901 году он получил контракт на роман, три года спустя вышла его первая книга «Поклонники Ивонны». Вскоре он смог целиком посвятить себе литературе. Каждый год писал по повести или роману, не считая рассказов. Во время Первой мировой войны Сабатини стал английским подданным и работал на британскую разведку в качестве переводчика. К 1921 году к писателю пришел успех. Это произошло, когда вышел его роман «Скоромуши» о времени Великой Французской революции. Книга стала международным бестселлером. Еще большая удача сопутствовала роману «Одиссея капитана Блада». Взяв за основу отдельные факты биографии знаменитого английского пирата Генри Моргана, писатель создал обаятельный образ корсара-джентльмена – чуждого злобе, стяжательству, несправедливости. Впоследствии он написал о благородном пирате Питере Бладе еще две книги. Многие романы Сабатини были с успехом экранизированы. По собственному признанию, писатель не интересовался ничем, кроме истории. Работу над романом он начинал с чтения книг по истории. От них переходил к документам, к художественным и эпистолярным произведениям эпохи, в которых видел важнейший источник воссоздания живой реальности прошлого. Особенно воображение Сабатини волновала тема моря, приключений вольных корсаров, которые присутствуют во многих его произведениях. 29 апреля 1881 года император Александр III издал манифест о незыблемости в самодержавии. Смерть Александра II 1 марта 1881 года от рук террористов остановила проводимые им либеральные реформы, вдохновителем которых был министр внутренних дел граф Михаил Ларис Меликов. Главным советником царя в первые дни после гибели его отца стал Константин Победоносцев, наставник Александра III с детских лет. Он придерживался крайних консервативных взглядов и сумел убедить государя в необходимости охраны незыблемости самодержавной власти. Обсуждение так называемой Конституции Ларис Меликова, по которой предполагался созыв выборных депутатов, было прекращено. Но Александр III поручил Победоносцеву составить текст декларации о неприкосновенности самодержавия в России. Высочайший манифест был подписан императором и представлен в печать 29 апреля 1881 года. Характер манифеста передают следующие его слова. «Посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». После манифеста последовал ряд консервативных мер, которыми ознаменовалось все царствование Александра III. Первым шагом было увольнение из состава Совета министров людей, которые придерживались умеренно либеральных взглядов, таких как министр народного просвещения Андрей Сабуров, военный министр граф Дмитрий Милютин, министр финансов Александр Абаза. Во-вторых, император запретил либеральные газеты и журналы, которые были открыты или стали более активно работать в последний год царствования Александра II. Ужесточилась цензура. Была ликвидирована автономия университетов, затруднено поступление в высшие учебные заведения представителей малоимущих слоев населения, так называемый «циркуляр о кухаркиных детях». Были урезаны полномочия органов местного самоуправления, суда присяжных. Консервативная стабилизация общества сочеталась в эпоху правления Александра III с курсом на интенсивную экономическую модернизацию страны. Во внешней политике император проводил осторожный и сбалансированный курс. Заслужил прозвище «миротворец», поскольку за 13 лет его царствования Россия не участвовала ни в одной войне. 29 апреля 1882 года в Берлине открылась первая в мире экспериментальная троллейбусная линия. Самый первый прототип троллейбуса назывался «Электромод». Он был создан немецким изобретателем Вернером фон Симменсом. Свой первый тестовый рейс «Электромод» совершил 29 апреля 1882 года по маршруту длиной в 540 метров в предместе Берлина Галлензии. Именно там фон Симменс представил изобретение, над которым работал в течение многих лет. Еще в 1847 году он писал своему брату Вильгельму «Когда у меня будут время и деньги, я хочу построить пассажирский экипаж на электромагнитной тяге, который бы никогда не оставил меня в трудном материальном положении». Этому плану суждено было стать реальностью в начале 80-х годов XIX века. Для осуществления своей задумки изобретатель на основе охотничьей повозки Ландо сконструировал самодвижащееся транспортное средство на электротяге, способное двигаться не только без лошади, но и без рельс. Оно действовало за счет электроэнергии, поступающей от протянутых по воздуху провода. Новое транспортное средство могло достигать скорости 12 км в час. Электричество для движения экипажа вырабатывалось на специально построенной маленькой электростанции. Еще в 1881 году фон Сименс получил разрешение от Берлинского муниципалитета построить тестовую маршрутную линию для своего изобретения. Однако электромод так и остался на стадии прототипа, несмотря на успешные испытания. Причиной являлось плохое состояние берлинских дорог, представлявших серьезные препятствия на пути движения экипажа. К тому же резиновые шины для транспортных средств в то время еще не были изобретены. Вдобавок, электрический трамвай все более совершенствовался в техническом плане и быстро вытеснял конку. В итоге технология троллейбуса была забыта на своей начальной стадии развития. По окончании испытаний в июне 1882 года линия была закрыта, а через неделю демонтирована. Лишь на рубеже 20 века немецкий инженер Макс Шиман в партнерстве с фирмой Сименс Унд Гальске вновь стал развивать идею создания троллейбуса и строить троллейбусные линии. И уже в декабре 1900 года в городе Вильнёв, в Швейцарии была пущена первая городская троллейбусная линия. 29 апреля 1901 года родился император Японии Хирохито. Он получил блестящее образование, учился в специальном институте наследного принца под руководством лучших ученых Токийского императорского университета и высших военных чинов Японии. В 1921 году, как наследный принц, Хирохито совершил шестимесячную поездку в Европу, посетил Англию и пять других стран. В ноябре того же года он стал регентом Японии вместо своего болеющего отца. Первая часть правления Хирохито, как императора, прошла под знаком растущей военной мощи страны. В период участия Японии во Второй мировой войне он не вмешивался в решение военных и политических вопросов. Однако в начале августа 1945 года, когда поражение Японии стало очевидным, Хирохито убедил тайный совет принять условия Потсдамской декларации и 15 августа выступил по радио с речью о капитуляции. Хирохито предложил армии и флоту прекратить сопротивление и сдаться на милость победителя. В этот день огромное количество японцев покончило жизнь самоубийством, чтобы смыть позор, связанный с неспособностью выполнить свой долг перед императором. После этого вопрос о статусе императора и в целом о существовании этого института стал в Японии очень острым. В результате американские оккупационные силы пришли к решению сохранить монархию в Японии, но при этом демократизировать ее. А Хирохито должен был публично отказаться от своего божественного происхождения. В соответствии с текстом новой японской конституции император был провозглашен символом государства и единства народа. Хирохито был активной фигурой в жизни Японии. Император и его семья участвовали в общественной жизни, время от времени встречаясь с народом, посещая спортивные мероприятия и праздники. Он также сыграл заметную роль в восстановлении дипломатического имиджа Японии, совершая поездки за рубеж для встреч с лидерами других стран. Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ.